Да, ребят, грустно, но вот и подошла к концу история цыплёнка Рэмбо. Нам было очень интересно наблюдать за процессом его рождения и развития. Эй, я надеюсь, вы не думаете, что вот это и есть наш Рэмбо. Это куропатка из магазина, а Рэмбо вот он, там на улице гуляет. Это продолжение истории с выращиванием цыплёнка из куриного яйца и, наверное, последнее видео с цыплёнком Рэмбо. Досмотрите до конца, ведь чем дальше, тем интереснее. После последнего видео он начал очень быстро расти и содержать его ставало всё сложнее. Когда он гулял на улице, часто вокруг начинали тусоваться всякие вороны и, возможно, они хотели украсть и скушать нашего Рэмбо. Может, они немного боялись нашей мамы курицы из полотенец. И спустя время он стал более самостоятельным и мог запрыгнуть на вот такое садовое кресло, чтобы поохотиться на мух, седающих на него. Только посмотрите на эту птичку и её крупные перья. Детского пуха уже практически не осталось. Ещё через неделю Рэмбо ещё больше возмужал и всё больше напоминал взрослую курицу или петуха. Мы, честно говоря, до сих пор не знаем, кто он. Напишите в комментариях, если разбираетесь. Мы выделили ему вот такой детский домик, в котором можно было укрыться от взглядов голодных ворон. Но теперь Рэмбо и сам не так-то мал. Это уже далеко не маленький цыплёнок, а скорее горный орёл, который сам скоро станет грозой всех местных ворон. Иногда он всё-таки заставлял нас пощекотать себе нервишки. Когда мы оставляли его одного на улице, потом возвращались, а его нигде не было. На все призывы он не откликался, и мы думали, что с ним что-то случилось. А он на самом деле нашёл себе укромное местечко и сидел под кустиками, отдыхал. Или залез под ёлку и взобрался на веточку, как попугай. Мы подняли камушек, под которым было полно красных муравьёв. И вы не поверите, Рэмбо с большим удовольствием их всех слопал. Несмотря на то, что они ядовитые и очень больно кусают. Видимо, пищеварительная система курицы приспособлена для такой пищи. Вы даже не представляете, каково это держать цыплёнка в качестве питомца. И не на улице в загоне, а у себя дома. Он же какает на каждом шагу, и приходилось вытирать ему попу. Более того, мы живём в съёмном доме, то есть он не наш. И делать, что мы хотим, тут мы не можем. Поэтому каждый раз, когда хозяйка дома приходила по каким-то вопросам, нам быстренько надо было куда-то прятать Рэмбо, а вместе с ним и все следы его пребывания здесь. Так же, как и с богомолом Игорем и тараканом Геннадием. Если бы она узнала, какой у нас тут зоопарк творится, то, думаю, нам бы быстренько пришлось переезжать. Так же мы прятали Рэмбо от глаз соседей. Выпускали его гулять преимущественно утром, пока все на работе или учёбе. В общем, Рэмбо уже большой, и для его же блага надо было его переселить, жить к другим курам, в более естественную для него среду. И чем скорее мы это сделаем, тем легче будет его адаптация. И сейчас начинается запутанная, интересная, но правдивая история. Наступил момент, когда всем нам надо было уехать на несколько дней. Самого Рэмбо оставлять дома не вариант, а на улице тем более. И всё как-то так затянулось, что отдавать Рэмбо мы решили в день вылета. Утром мы взяли Рэмбо в корзинку и поехали по частному сектору в поисках дома, возле которого бегают куры. Мы обнаружили курятник на территории одного из домов. Я подошёл к калитке и нажал на звонок. Вышла женщина и спросила, что мне нужно. В общем, я начал объяснять, что мы через пару часов уезжаем, а это наш цыплёнок, которого мы держали дома и выходили из яйца. А сделали мы это потому, что снимали видео про это для интернета и так далее. В общем, было не так-то просто. Я представляю, как всё это выглядело с её стороны. Посреди белого дня приходит какой-то непонятный хрен с горы, с курицей в руках и сует её мне. Ей показалось это очень подозрительным, и она не особо соглашалась. Я предвидел такое развитие событий и предложил ей деньги в размере примерно 50 долларов, за то, что она заберёт деньги и цыплёнка. Увидев деньги, она приняла положительное решение и согласилась. Она сказала поставить Рэмбо во дворе, и что позже понесёт его к остальным курам. Мы быстро вернулись домой и продолжили собирать вещи. Но всё это время я чувствовал, что сделал что-то неправильно. Мне не очень понравилась та женщина. Я понял, что у неё только взрослые куры, которые могут обижать Рэмбо. И вообще, сам загон для кур мне не особо нравился. Там было не так много места и растительности, как хотелось бы. Я чувствовал себя виноватым, чувствовал, что бросил друга. Ведь мы столько времени провели вместе. Никогда не думал, что смогу так привыкнуть к обычному цыплёнку. И через пару часов таких раздумий у меня потекли слёзы, и я просто разрыдался. Представляете, за цыплёнком. В общем, я бросаю всё, сажусь в машину и еду назад к этой тётке забирать Рэмбо. Я не знал, что я с ним буду делать и успею ли его куда-то пристроить. Но я знал, что нужно его оттуда забирать. Я был на эмоциях и, естественно, всего этого не снимал. Мне было не до этого. Но я могу рассказать, что было дальше. По приезду к тому дому опять вышла та женщина и с удивлением спросила, зачем я приехал. Я сказал, что хочу забрать цыплёнка. Она говорит, так ты же два часа назад упрашивал меня его взять. Я ответил, что по определённым причинам цыплёнок опять мне нужен обратно подснять некоторые кадры ещё там. И я готов заплатить ещё 50 долларов, чтобы она не упиралась и отдала его мне. Мы пошли в загон с курами искать Рэмбо. Но его не было нигде. Я обнаружил только какие-то перья разбросанные. У меня застучало сердце. Я подумал, что они заклевали цыплёнка, либо с ним случилось что-то ещё. Но через 5 минут женщина вынесла из курятника нашего Рэмбо. К счастью, он был невредим. Я с радостью побежал с ним к машине и мы поехали обратно. Ещё 50 долларов женщина, кстати, не взяла. Но для меня это было неважно. Теперь надо было очень быстро решать, что с ним делать дальше. Надо было найти место с хорошими условиями и желательно, чтобы там также были цыплятка. Как в течение получаса найти такое место? И тут мне пришла идея. Я зашёл на сайт местных объявлений и начал искать объявления по продаже цыплят. Ведь если кто-то продаёт цыплят, значит у него есть курятник и условия для цыплят. Просматривая фотографии в объявлениях, я выбрал то, на изображениях которого было видно хорошие условия и счастливых цыплят. Трубку взяла женщина с приятным и добрым голосом. Я вкратце объяснил ситуацию и спросил, возьмёт ли она Рэмбо. Она сказала, что согласна. Мы опять полезли в машину и выдвинулись в деревню за 40 километров от нас. Пришлось ехать очень быстро, ведь совсем скоро был наш рейс. По приезду мы внесли Рэмбо во двор, где было полно кур, уток и других птиц. Женщина оказалась действительно крайне доброй и у неё было много кур, которых, например, уже хотели убивать на ферме из-за старости, но она взяла их к себе. Также где-то был раненый голубь, которого она вылечила. Она сразу же взяла Рэмбо на руки и приложила к себе. Я был так рад, когда понял, что это лучшее место, в которое мы могли его отдать. Куча пространства и свежей травы, где он сможет бегать вместе с маленькими индюшатами, которые с удивлением смотрели на прибывшего чужака. Я дал женщине денег на еду для Рэмбо и других птичек, и мы поехали обратно, чтобы собраться. Я ехал с невероятной лёгкостью на душе, ибо по-другому я не мог. Я просто не простил бы себе. А как там Рэмбо сейчас? Мне кажется, что хорошо. Хозяйка прислала фотографию, где они вместе смотрят передачу про природу, и видео, где он купается в грязи с другим цыплёнком. Но если вам интересно, мы когда-то поедем к ним в гости и посмотрим, как он изменился и вырос. Вот такая история цыплёнка Рэмбо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова